Ну шо, С-класс? Нет, С-просто дуролей-обзорщик из Мидландс, у которого закончились интересные сравнения. Я мог сказать, мол, это как С-класс, но меньше. Ну это ж очевидно, правда? Короче, в этом видео я расскажу вам о дизайне этого авто, салоне, технологиях, проверю езду на нём и, конечно, замерю его производительность. Я Мэтт Уотсон, и это Карвау. Первонаперво поговорим о цене. Строго говоря, точную цену я назвать не могу, поскольку это немецкая модель, я делаю обзор в Великобритании, нас, британцев в Германию, не пускают из-за ковида. Так что цены для Великобритании пока что не подтверждены, но думаю, что минимум 35 тысяч фунтов. Теперь поговорим о дизайне. Разумеется, обновили автомобиль, поменяли кузовные панели, выглядит неплохо, как по мне. Мне нравится матовый серый окрас, задние огни такие же, как у обновлённого Е-класса. Но что у нас здесь? Поддельный диффузор! А это что? И это? Момент. У меня нет с собой полки истинный Карвау, зато есть соломинка истинный Карвау, которая убедительно доказывает, что это настолько фейковые выхлопы, насколько возможно и... Погодите, я ещё не закончил подделкой тут. Ну да, Мерседес, что ж с вами такое? Никак не бросите это дело фейковое до абсурда. Сбоку новый С-класс и впрямь очень похож на С-класс, не так ли? Ну правда. У этой модели стоят диски 19 дюймов, самые большие для С-класса, а в стандартной комплектации 17 дюймов, которые выглядят, ну, очень маленькими. А ещё из-за дизайна дисков с вот этим чёрным ободом они смотрятся ещё меньше, чем на деле. Что вы думаете об этом? Дайте знать в комментариях. У этой модели вот такие пороги, чёрные зеркала, затонированные задние стёкла и чёрное обрамление стёкол. Можно предположить, что в Великобритании это была бы комплектация премиум линейки АМГ. Но это авто немецкой линейки, не в том смысле, что она катается на нудитский пляж каждые выходные, просто у них комплектация отличается. Перед нового С-класса, с виду спортивнее модели предыдущего поколения, хотя в основном, конечно, благодаря АМГшному заниженному бамперу со, смотрите, очередными обманками. А вот дизайн элементов решётки в стиле эмблемы Мерседеса мне нравится очень клёво. Как и эти огни, они классные, может быть, расскажу вам о них позже. И выштамповки на капоте мне нравятся, так выглядят агрессивнее. Салон нового С-класса супер стильный, я в восторге от дизайна, он куда лучше, чем у BMW 3-й серии и Audi A4. Похож на салон С-класса, но более живенький и спортивный. Например, вот эти дефлекторы на передней панели. Такая их форма мне нравится больше, нежели прямоугольная в С-классе. И они точно так же, когда повышаешь температуру, подсвечиваются красным, либо когда уменьшаешь синим. Да и вообще, в салоне много разномастной подсветки разными цветами, сделана она при помощи оптоволокна, красивая и яркая. Супер, мне даже нравится эта странная текстура на консоли, как на 3D-картинках. Если смотреть достаточно долго, увидишь дельфина. Или заработаешь мигрень. Что-то карбонообразное, но не поддельный карбон. Смотрится, и при этом с виду не дешевое. И новое рулевое колесо мне нравится. Жаль только у него чувствительные к касанию кнопки. Пользоваться они порой неудобно. Как и климат-контролем, несмотря на то, что он все время отображается на экране. Но во время езды не всегда понятно, нажал ли ты нужную кнопку, приходится отвлекаться. Такое себе. Есть тут и другой спорный момент. Да, материалы здесь и здесь добротные, и в стандартной комплектации отделка кожей, и сиденья с подогревом. Все же некоторые детали в салоне на ощупь довольно дешевые. Цап-поцарап. 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 Опять же все шершавое. Ну, хуже всего вставка здесь, на двери. Если уж говорить о качестве сборки и материалов, мне кажется, у BMW 3T-серии с этим получше. А если хотите посмотреть мой подробный обзор этой модели, сейчас сверху должна появиться подсказка. Нажмите на нее, чтобы перейти к видео. Зато к практичности в этом авто не придраться. Вот здесь у нас подстаканники, как раз оптимального размера подстаканчик для кофе, и можно нажать вот эту кнопку, чтобы они держались крепче, и ничего не разлилось во время резких маневров. Также разъемы USB-C здесь, и панель для беспроводной подзарядки, но... Поместится ли сюда мой большой Samsung S20 Ultra в чехле? Представьте себе, да. Точно забуду его забрать. Здесь еще один отсек, довольно вместительный, и такая трепица, очевидно, чтобы вытирать мое... Да нет, чтобы вытирать экран. И еще парочка USB-разъемов. Дверные карманы нормальные, моя бутылка поместилась безо всяких проблем. Что-то бардачка. Бардачка. Ну же. Гляньте, тут этот дурацкий освежитель воздуха. Что за запах? Mercedes-Benz настроение Freeside. Что это вообще значит? Пахнет слишком сладко. Если бы не он, бутылка поместилась бы, увы. Вот и все по практичности. Поговорим об информационно-развлекательной системе. Этот вертикальный экран доминанта всего салона. Такой же, как и в S-классе. Много разных функций, простой в использовании. Последняя система с Мерседеса очень хороша. Разумеется, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, которыми я обычно и пользуюсь. И, конечно, голосовой помощник. Стоит только сказать... Эй, Мерседес! Чем могу помочь? Он вклинится и попытается помочь. Поставь низкую температуру. Думает. Извините. Не могли бы вы повторить? Эй, Мерседес! Эй, Мерседес! Чем могу помочь? Поставь низкую температуру. Температура установлена на минимум. Что я сказал не так? Почему он с первого раза меня не понял? Да, такое себе. Я бы, честно говоря, предпочел жать кнопки. Но в остальном система хороша. И на этом перейдем к приборной панели. Очень четкое, множество режимов отображения. Можно переключать всякое вот так, выводить больше или меньше информации. Вот чего тут вроде бы нет. Может это просто опция, которой нет на этой конкретной модели, так это трехмерного изображения. Как на С-классе. Жаль. Мне эта штука нравится. В остальном, да, очень хорошо. А по положению водителя достаточно настроек для людей разной комплектации. Без проблем можете обеспечить себе хороший обзор. Ой, гляньте. Неплохо. Электрорегулировка руля. И это на С-классе-то? Вы, наверное, уже пишете. Мэтт, она всегда была. Это у BMW и Audi их не было. Ну, забыл я, сорян. Не могу я все на свете помнить. Дизайн салона позади, такой же приятный, как и спереди. Мне нравится дизайн дверей и подлокотники. В целом, качество ничего, но, опять же, есть там и сям дешевенькие вставочки. Что касается места, место для коленей увеличили, и, как видите, его хватает сверху же. Я, например, среднего роста, и вообще весьма средненький, не знаю, с чего вы меня все смотрите. Короче, я среднего роста, и сижу впритык, людям выше метра восьмидесяти будет тесновато. Возможно, это из-за того, что на данной модели панорамная крыша, пока что мы ее прикрыли, так как на улице слишком светло. Сами сидения вполне себе комфортные, и мне нравится узор на них. Да и кожа очень мягкая. Если хотите перевозить троих пассажиров сзади, есть известная проблема, большой выступ посередине, который придется оседлать, и среднее сидение повыше, из-за чего упираешься головой в крышу. В остальном, что касается практичности, вот такие карманы в спинках передних сидений, добротные большие карманы в дверях, откидной подлокотник, безо всяких подстаканников посередине, можно спокойно положить на него руку. Вместо этого подстаканники расположены здесь, и тут небольшой держатель для мобильного телефона, мой не поместился за чехла, а так бы в лес. Погодите-ка, занятно. Они выглядят как глаза робота. Собственно, дефлекторы и климат-контроль для задней части салона вместе напоминают лицо робота из Футурамы Бендера. Как бы то ни было, если хотите перевозить длинные предметы, можно опустить среднее сидение, плюс два пассажира по краям, без проблем. И крепление IceFX с очень удобными крышками, можно просто установить сидение вот так, а когда снимете его, чтобы все вернуть, делайте вот так. В общем, такие крышки не потеряются. А места хватит даже для массивных детских автокресел, обращенных назад. Хотите заценить багажник нового C-класса? Не стесняйтесь, вы же именно ради этого смотрите обзор. Поглядим. Вау! Вот он, багажник у седана. Не совсем прямоугольный, из-за формы зада, ниша внизу и... О, гляньте, классический мерседесовский ящичек. Кармашек, крепление, крючок, подвешивать всякое, относительно прямоугольная форма, то есть можно затолкать много багажа. Однако, сам объем багажника 455 литров, а вот у Audi A4 и BMW 3 серии объем багажника 480 литров. И если вы играете в... У кого багажник больше, с этим авто точно проиграете. И на этом к пяти недостаткам нового C-класса. Эти дефлекторы на передней панели, конечно, прикольные, но уж очень сильно отражаются в лобовом стекле, что немного мозолит глаза. Матовая краска смотрится здорово, но попортить ее проще некуда. Вот видите, уже здесь попортили, а исправить такое непросто. Также, если вам на авто нагадят птицы, кислота в их экскрементах может разъесть краску, поэтому надо сразу же за ними подтирать. А это не вариант, если авто где-то припарковано. Увы. Ключ от авто большой, блестящий, ау, увесистый, ощущается как довольно дорогой. Проблема в том, что для вашего кармана он довольно громоздкий. И вот гляньте, это я рад вас видеть, или у меня в кармане ключ от C-класса. Это поколение C-класса унаследовало многие двигатели от предыдущих, кроме одного, который всем нравился. Речь о четырехлитровом Твинтурбе V8 у C63. Судя по всему, у нового C63 будет четырехцилиндровый гибрид. Предыдущее поколение C-класса было уникальным в своем сегменте автомобиля. Оно единственное оснащалось полноценной пневмоподвеской, что характерно для более дорогих, роскошных авто. Однако больше так не делают. И у нынешнего поколения обычные пружины, которые являются более традиционной и распространенной подвеской. Я просто тяну ваше время. Едем дальше. К счастью, есть у этого авто и достоинства, например, эти пять. Все версии C-класса оснащены технологией мягкого гибрида. Они ухудшают работу системы старт-стоп и позволяют ехать накатом при замедлении. А еще дают небольшой прирост мощности, когда нажимаешь педаль газа на очень короткий промежуток времени. Маленький электромоторчик, часть системы мягкого гибрида, может дать до 200 дополнительных ньютон-метров момента. К сведению, столько же крутящего момента у Volkswagen Golf с однолитровым турбодвигателем. Вы слишком важная птица, чтобы опускать задние сидения вручную, потянув рычажок? Не переживайте, для C-класса доступно опциональное автоматическое складывание сидений. Та-дам! Посмотрите, какое большое разрешение у панорамной камеры. И, конечно же, можно осмотреть все вокруг машины. Так, повернем. А что это у нас тут? А, это бутылка воды, мы ее уже видели. Ну, а я словно расплющила. Короче, вы поняли, о чем я. У нового C-класса подушка безопасности есть не только между передними сидениями, чтобы пассажир и водитель не стучались головой в случае столкновения, но также подушки со внешних краев сидений, чтобы сдвинуть их внутрь в случае бокового столкновения. Новая информационно-развлекательная система умеет не только обновляться через интернет, как мобильный телефон, но также может синхронизироваться с системами умного дома через голосовой помощник. То есть можно сказать, «Эй, Мерседес!» «Чем могу вам помочь?» «Нет ли вора в моем доме?» «Авто подключится к системам умного дома и даст мне знать». «Простите, не могли бы вы повторить?» «Чё-то я не уверен, что это авто синхронизировано с системами в моем доме». «Заткнись, я тут со зрителями разговариваю. Заткнись, вскройся. Всё, хорош-хорош». «Пока, пока. Так, двигатели, приступим. Всё просто. Бензиновый турбо, все двухлитровые четырёхцилиндровые. У С200, 204 лошадиные силы. У С300, 258 лошадей. Дизели. Опять же, двухлитровый четырёхцилиндровый. У С220D 200 лошадиных сил, а у С300D 265 лошадей. Затем идёт С300Е, подключаемый гибрид. У него двухлитровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель на 204 лошадки и электромотор на 129 лошадей. И батарея 25 киловатт-часов, что даёт запас хода только на электроэнергии около 100 километров. Ну что же, прокатимся в новом С-классе. И первое, что хочется отметить, это управление задними колёсами, с которым авто становится куда более манёвренным. Ну, вот небольшое кольцо. Смогу ли я развернуться на нём, как в законченной простофиле? Давай, так, надеюсь, никто не выйдет из ворот Мерседеса. Да, я снимаю этот Мерседес в их британской штаб-квартире. Да, извиняйся, ты меня прервал. Извините, но прямо сейчас я вам помочь не могу. Зато перебивать меня ты можешь. Ладно, давайте посмотрим, что раздражает больше этого. А то, что управление задними колёсами для Великобритании недоступно, чего это? Едем дальше. Давайте поговорим о первой упомянутой мной проблеме, что для этой модели больше недоступна пневмоподвеска. Критично ли это? Эта модель оснащена адаптивными амортизаторами, и авто сейчас в режиме комфорт. И представьте себе, довольно-таки комфортно. Известно ощущение, будто плывёшь по дороге, как у С-класса, то есть более дорогого авто. Но, конечно, сразу начинаешь думать, а как машина поведёт себя при прохождении поворотов? Или, поскольку Милтон Кинз, скорее, колец. Их тут просто уйма. Так вот, С-класс должен быть куда спортивнее. С-класса, понятное дело. И рулёжка здесь очень лёгкая, но чёткая, поворачивает именно так, как вам надо. Я сейчас переключу в режим спорт. До чего мелочиться? Давайте сразу в спорт плюс и проверю, как авто проедет по кольцу. Знаете, при повороте держится довольно ровно, и при этом не особо чувствуется жёсткость подвески, даже в режиме спорт. Хорошо справилась со всеми неровностями, по которым я проехал. Впечатляет. Так, ну, хватит, пожалуй, теперь поедем прямо. Ещё одна особенность этого авто – круиз-контроль. Он тут продвинутый, держит авто в полосе и на безопасной дистанции от машины спереди. Но его можно использовать и на обычных дорогах, типа как здесь, в городе. И он разберётся, что к чему, даже без чётко обозначенной разметки. Очень даже неплохо. Если хотите, чтобы авто делало всю работу за вас, повсюду, не только на шоссе, мне такое нравится. Так, сейчас я его отключу, хочу проверить авто, прочувствовать, как оно едет. Косяк. Указатели поворота и стеклоочистители на одном переключателе. Очень просто включить одно вместо другого. Ещё косяк. Не знаю, слышно ли вам. Сегодня жарковато, и кондиционер вроде в самом слабом режиме, и всё же довольно заметно шумит. Жаль, ведь в остальном авто довольно-таки тихое. Почти никакого шума от колёс или ветра, единственный звук, когда притопишь педаль, слышишь характерный шум работы дизельного двигателя. Но, скажу я вам, не такой громкий рёв, как у некоторых дизелей. И приёмистость довольно неплохая, но вернёмся в режим комфорт, так как в этом авто он главный. Едется очень ненапряжно, спокойно, без проблем. Мне нравится, очень подходит для долгих поездок, и сиденья удобные. В плане удобства вождения, это авто сделано на отлично. И авто не болтается при манёврах, держится довольно уверенно. Не так спортивно, как BMW 3 серии, но не сильно хуже. Я впечатлён. Так, сейчас я на нём стартую. Говорят, что C220D разгоняется до сотни за 7,3 секунды. Оборудование для замеров готово, сейчас проверим. Ну же. Какой результат? 7,2 секунды. Чуть быстрее заявленного. В целом, конечно, едется в этой машине хорошо. Очень даже замечательная модель. Единственное, я вот сейчас смотрю мимо вас, вам не видно. Передние стойки заметно мешают обзору, а в остальном, как я и говорил, замечательно. Итак, каков же мой вердикт на новый Mercedes C-класса? Следует о нём забыть, призадуматься, задуматься всерьёз или пойти и купить? Не раздумывая. Но если вам нужна самая комфортная и технологичная машина в своём классе, это то, что нужно. Покупайте новый C-класс, не раздумывая. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк. Взамен я дам вам адрес моего любимого нудистского пляжа. Напишите в комментариях, как вам это авто. Нажмите на окошке слева, чтобы посмотреть другие наши видео, или на значок по центру, чтобы перейти на наш канал Карвау. Субтитры сделал DimaTorzok